Грузовая фура врезалась в стоящую на обочине маршрутку. Некоторых не могут вытащить. От страшного удара погибли почти все пассажиры микроавтобуса. 16 человек. 14 из них были кыргызстанцами. Ещё трое, их личности пока устанавливаются, находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Сотрудники посольства и представительства МВД Кыргызстана в России оперативно выехали на место, провели встречу с медиками и гражданами, пострадавшими в аварии. Несмотря на тяжёлое состояние граждан, доставленных в больницу, есть динамика в положительную сторону. Авария произошла в субботу в Ульяновской области России. Родственник одного из погибших рассказал, что его соотечественники возвращались из Казахстана. Таким образом, они прошли процедуру выезда и въезда в Россию для того, чтобы обновить миграционные карты, после чего собирались возвращаться домой. «Один из погибших – мой двоюродный брат, а другой – брат моего друга. Мы выехали все вместе в пятницу, и я был на своём автомобиле. Мы постоянно созванивались. Они уже возвращались с границы, где прошли почти без очереди. Мы выехали после них. Брат выслал мне их геоданные, и я сказал, что мы немного позади. На трассе возникла небольшая пробка, и я опять позвонил ему, но телефон уже был отключён. Друзья стали сообщать об аварии, рассказали, что это микроавтобус. Я сразу побежал вперёд и увидел своего брата. На месте уже были все службы спасения. Моего двоюродного брата ещё одну женщину и парня увезли в больницу. Мой брат в сознании сказал, что не может пошевелить ногами, а брат моего друга погиб». Почти сразу после трагедии по мессенджерам и телеграм-каналам разошлись фотографии паспортов жертв аварии. 21-22 года. Среди пассажиров маршрутки совсем юные парни и девушки. Кому-то из них едва исполнилось 30. Из нашего района погибли трое человек. Один молодой парень и супружеская пара. У них осталось трое детей. Да, они работали в России. Некоторых погибших уже опознали родственники. Некоторые родственники только едут. Похожая трагедия произошла в Москве ровно шесть лет назад. Тогда, в конце августа, тоже 14 кыргызстанских мигрантов погибли при пожаре в типографии. После смерти молодых девушек власти страны в очередной раз заявили, правительство сделает всё для того, чтобы вернуть мигрантов из России. Такое же обещание давал и нынешний президент Садыр Джапаров. Вместо того, чтобы решать серьёзные проблемы, власть занята популизмом. Это трагедия, последствия того, что проблемы не решаются. Экономика в стране не развивается, коррупция процветает. А ещё одним из основных условий вхождения в ЕАЭС наравне со свободным перемещением товаров и капитала было свободное перемещение рабочей силы. Но после вхождения в ЕАЭС Россия изменила правила. Хотя вначале столько обещали. А наше правительство должно было требовать решения этих вопросов. Власти Кыргызстана выслали в Россию спецборд для того, чтобы доставить на родину тела погибших. Завтра, во вторник, в Кыргызстане – день национального траура.